Девушки отдыхают Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Ничем не смогу вам помочь. Чрезвычайные обстоятельства, понимаете? Владелец счета официально числится умершим. Как видите, это уже не актуально. Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А38. Обратитесь в первое окно за сопутствующей информацией. Ну ладно. Где это? Окошко номер один. Смотри, 22-го параграфа! Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А38. Это не тут. Что значит «не тут»? Мне сказали, что здесь мне дадут справку А38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Тогда скажите, куда идти за этой бумажкой. Может, наверху в секретариате или внизу в архиве. Придется поспрашивать. Будем спрашивать. Извините, позвольте пройти. Сейчас! Вас тут не стояло! Куда? Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных, а клиент всегда прав. Чем могу служить? Я могу здесь получить справку А38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202. Понятно. А где я могу получить такой документ? Сейчас я вам все объясню. Справку А38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер 1. Так я только оттуда пришел. Неважно. Сейчас вернусь с формой 202. Ну, это уж слишком. Куда вы лезете? Куда вы передо мной лезете без очереди? Никуда я не влезал. Я здесь стоял с самого начала. Да, сегодня уже трое таких было. Каждый так говорит. Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу к культурному обращению. Попробуй только. Эй, господа. Хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем. Девушки отдыхают. Ну, кажется, объяснили друг другу, кто там. Вас тут не стояло! Вы, должно быть, это не всерьез? Нет более безопасного места, чем наш банк. Я скажу тебе, дорогая, тотальную информацию. Нет. Куда она еще пошла? Запах лака для волос. Можно пройти по нему. И представляешь, дорогая, она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами. Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер один. Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Простите! Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А, это вы? У меня тут такое дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Смотри, двадцатый параграф. Похоже, у меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. Придется подождать. У них перерыв. А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38. Хотя сейчас уже кажется форму 202. Форму 202? Легче легкого. Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П. Раз уж мы все равно здесь ждем, может, партиечку в гвинт? Почему бы и нет? Сыграем. Вот это я понимаю. Уже сдаю. Вижу, вы искушенный игрок. Мои поздравления. В награду могу вам выдать свой способ борьбы с бюрократией. С ней ведь иначе нельзя. Должен быть особенный способ. Я, кажется, видел все. Попытки очаровать, гипноз, подкуп. Ничего не действует. А если ничего не действует? Что делать-то? Быть милым так просто и просто так. Видите ли, мой друг, сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов, и никто ей даже доброго дня не пожелает. А если вы, мой друг, еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи, дело решится за три минуты. Ну тогда попробуем. Попробуем. Удачи. Приветствую, Бамки Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? А нельзя было сразу сказать, что к справке А-38 нужна форма 202. Я потерял на этом. Много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Геральт из Ревимы. Сейчас найдем. Гедден, Гемель. Вот. Геральт из Ривии. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Что-что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Я принес вам цветы. В благодарность за помощь в моем деле. Но мне нельзя. Это действительно мне? Их цвет подходит к вашим глазам. Вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чанфанели. Может, удастся что-нибудь сделать с этими бумажками. Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Кого я вижу. Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят. Но вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь? У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем. Сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Да я уже слышал. Справка 38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле. Так что мигом управишься. Чанфанели, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но мастер ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим. Только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. Поручение от ее сиятельства? Да. И на его основании я требую доступа к моему счету. Сейчас же. Да, мастер ведьмак, идем. Приветствую вас. Приветствую в банке Чанфанели. Готово. Ящик номер 256. С правой стороны, в конце. Чанфанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой. Ну, деньги должны быть в обороте. Так что, как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Купили акции, облигации, инвестировали в развитие пары виноделин. Вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер. Разве бы я посмел? Я... Посмел, посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Неделя. И ни дня больше. Ты не пожалеешь, я обещаю. Я все приготовлю, а ты возвращайся через семь дней. Ага. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok